Итак, сейчас мы поговорим о наших двух инструментах, как их можно использовать в проекте, как можно их по-быстрому сохранить. Итак, вот есть у нас человек. Если мы сейчас включим череп, который мы делали, то он будет очень больших размеров, и это будет совершенно другой объект, и нам нужно немного отзумиться, чтобы посмотреть на это. Да, вот. И теперь мы переключимся, допустим, на человека, мы отключим режим редактирования, создадим заново череп, вот, и отключим режим редактирования, и создадим заново человека, включим режим редактирования. Вот, мы можем редактировать, но при этом у нас остается череп на экране, мы нажмем Ctrl-N на английской раскладке, чтобы убрать это все. У нас такая вот большая разница между двумя инструментами. Если я нажму Сохранить как, то сохранится только один инструмент, который рисует вот объектом человека. Просто помните об этом. И другой инструмент у нас не сохранится. И если я нажму файл Сохранить как, то сохранится также не только этот инструмент, но и все остальные, и все инструменты вообще, которые вы используете, и также их размер. Так что если вы нажимаете «Сохранить как» в меню справа, то вы сохраняете только ваш инструмент. Если вы хотите взять все инструменты, которые сохраняли раньше, и загрузить их в сцену, то вы просто нажимаете «Загрузить инструмент». Эта кнопка находится вот здесь, вверху. Если нужно сохранить файл, то через «Сохранить как». То есть, все понятно. Если вы не хотите, чтобы сохранился какой-то инструмент, то жмите на него и внизу в настройках «Удалите его». У вас переспросят, уверены ли вы, потому что вы не сможете сохранить ваш объект после удаления. Снова сохраняем быстро все. И теперь в нашем меню через Lightbox появится иконка с быстрым сохранением. Нажмем дважды, чтобы загрузить эту часть. Быстрое сохранение – это сохранение Z-проекта. Так что вы можете сохранить отдельный инструмент или же весь проект. Вот так можно все сохранить. Сейчас давайте инициализируем ZBrush. Надо вот так вот. И нажимаем «Загрузить инструмент». И теперь инструмент у нас загружен. Нажмем «Протащим», чтобы создать его и можно было скульптить. Только помните про материал и изменим его вот так лучше. И можно перетащить влево меню для рисования. И тогда спасибо. Спасибо. Академия.